Ола, мигас! На связи Матвей. В сегодняшнем видео хочу немного поближе познакомить вас с собой, а точнее показать и поподробнее разобрать настройки, с которыми я играю в Fortnite на своём телефоне. Заметил, что многим из вас это интересно, поэтому решил заснять отдельное видео. Уверен, если ты такой же мобильный игрок в Fortnite, как и я, этот ролик тебе 100% зайдёт, потому что мои настройки, как по мне, идеальны. Я долгое время с ними мучился, настраивал и по итогу нашёл золотую середину. Играю с ними достаточно давно и не вношу никаких изменений. Если что, я имею в виду настройки графики и настройки сенсы, потому что про управление я делал на своём канале аж целых 4 ролика. Так что кому будет интересно и кто хочет посмотреть, как же я так играю в Fortnite Mobile на обычном телефоне с управлением 6 пальцев, ссылочку на плейлист с этими роликами я оставлю в правом верхнем углу. Смотрите и наслаждайтесь. Ну а пока что давайте вернёмся к сегодняшней теме. Перед тем, как мы начнём, я хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моём канале, если ты так же, как и я, играешь в Fortnite на мобильном устройстве, то обязательно оформь подписку. Тут ты сможешь найти единственный самый лучший контент по мобильному Fortnite во всём СНГ. Ну а если ты уже подписался, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня это мой тег автор мотивкар в твоём ежедневном магазине Fortnite. Смело води, покупай исключительно с ним. Также ты можешь сделать скрыны своих покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВКонтакте, ну или специальный канал нашего дискорд сервера. Ссылку на это всё ты сможешь найти в описании. Таким образом ты сможешь попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Также теперь я читаю именно трёх пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео на канале. На этот раз огромное спасибо Денису Букветскому, Никелю и Сейдену. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь вы меня поняли и теперь мы наконец-таки можем перейти к моим настройкам в Fortnite Mobile. Ну первое с чего я хочу начать это настройки графики. Да, давайте самое интересное оставим напоследок. Я играю на девайсе под названием Honor 20 View. Да, здесь есть официальная поддержка 60 FPS в Fortnite Mobile. Поэтому у меня есть великолепная оптимизация на игру и никакими сторонними способами поподнять FPS мне пользоваться не нужно. Кстати, при его покупке делал отдельный видеообзор на свой канал, так что кто его ещё не видел, обязательно посмотрите по подсказочке в правом верхнем углу. Настоящая карманная игровая машина всего за 15 тысяч рублей. На данный момент на постоянке я использую такие настройки для игры. Частота кадров 60 FPS, конфигурация качества на низком уровне и разрешение 3D 75%. Раньше я играл на средних настройках графики, но когда начиналась лейт-игра, мой FPS падал, поэтому я переключил на низкие. При этом я не вижу никакой разницы между низкими и средними настройками. Так что если хочешь играть с хорошей графикой, включай сразу высокие настройки или эпические средние абсолютно бесполезны. Также раньше я играл с разрешением 3D в 50%, но потом понял, что это очень сложно, всё пиксельное, врагов не видно и я их повысил до 75. На FPS это никак не повлияло, поэтому играю с комфортом. Ну а теперь перейдём к более интересной части, а конкретнее моя сенса. Очень долго я её настраивал, потому что то я её повышал, то понижал и наконец-таки вот я вам представляю идеальная настройка чувствительности сенсорной панели для Fortnite Mobile. Ладно, шучу, не знаю насколько это идеально для вас, но вот для меня это реально идеальные настройки. Сама сенса по умолчанию у меня выключена на 80%, сенса на обычном прицеливании 42%, а на оптическом прицеливании 47%. Сенса при строительстве у меня чуть меньше обычного, 77%, а при редактировании все 200%. Дальше ничего интересного нет, помощь прицеливания я выключил, потому что она мне дико мешала. Кстати, кто помнит моё видео про гироскоп Fortnite Mobile, так вот, я его выключил, потому что он мне только мешал и играть я с ним по итогу так и не научился. Ладно, давайте я вам объясню логику, как я настраивал свою сенсу. Типа, когда ты прицеливаешься, тебе важна точность и большая сенса по сути не нужна. Тебе нужно точно выцеливать противника, там, допустим, из кустов, и если у тебя будет большая сенса, то это будет сделать крайне сложно. Но всё же на обычном прицеливании советую ставить сенсу повыше, чем на оптическом прицеле, потому что иногда, например, когда ты в боксе, очень важна точность, например, можешь прицелиться с помпы и дать противнику 200%. Опять же, это рациональный выбор, так что смотрите именно на свой стиль игры. При строительстве я понизил сенсу, потому что обычно, когда я строюсь, мне не нужно делать резкие повороты камеры. Вот что ни что, а вот именно строительство в Fortnite должно быть плавным. Что уже не скажешь про редактирование. Редактирование я выкрутил на максимум, потому что мне надо постоянно двигать камеры, причём резко, а места на экране у меня не так уж и много. А высокая сенса позволяет мне за небольшие движения пальцами на экране делать большие повороты камеры в игре. Как раз таки то, что нужно для редактирования в Fortnite. Потому что именно редактирование должно быть резким и вы вообще должны его оттачивать на уровне механики, чтобы вы редактировали и даже не задумывались об этом. Конечно, да, как только вы повысите сенсу на редактировании, в первое время вам будет непривычно и неудобно. Вы будете постоянно фейлиться, но позже вы привыкнете и ваше редактирование станет только лучше. В общем, что касаемо редактирования, это у меня всё. Также хочу уделить немного времени для других моих настроек в игре, потому что они не менее важны. Например, советую включать автооткрытие дверей, потому что это очень сильно помогает при редактировании. Например, вы редактируете по ошибке не скоса, а стену и по итогу, если у вас стоит автооткрытие дверей, это вам никак не помешает и вы спокойно дальше пройдёте. В ином случае, вам бы просто пришлось нажимать ещё на отдельную кнопку, чтобы открыть эти двери. Включение и выключение прицеливания я лично выключил, потому что так как я не играю на ПК, и для меня эта функция неудобна. Поясняю, типа эта функция отвечает за то, что, например, вы вот нажали на кнопку прицела и вы прицеливаетесь, а чтобы выключить прицеливание, вам надо на неё ещё раз нажать. А так я прицеливаюсь только тогда, когда нажму на кнопку прицеливания, а когда её отожму, я перестану прицеливаться. Последний вариант лучше всего подходит для мобильных игроков и консольщиков. Но опять же, смотрите на свои предпочтения, вдруг вам так наоборот сложнее. Включение и отключение прицеливания касанием, размещение метки опасности при помощи прицела, это всё включено, это всё должно быть у вас по умолчанию. А вот авто подбора оружия я вам советую включить, потому что с этой настройкой, когда вы падаете на один сундук со своим противником, то схватить первым оружие шанса много выше. А вот авторазмещение расходуемых предметов в верхних и нижних ячейках, это уже индивидуально, кому как нравится. У меня, например, оно включено. Дальше ничего особенного интересного нет, кроме настройки отключить предварительное редактирование. Вот это вот я мобильным игрокам рекомендую включать всегда. Потому что, согласитесь, часто бывает такое, что вот вы редактируете какую-нибудь постройку, а оказывается вы редактируете не саму постройку, а её первоначальный вид. И потом очень проблемно вернуть её обратно. Редактирование касанием я тоже выключил, потому что лично я редактирую закреплённой кнопкой, и мне редактирование касанием только мешает. Если вы тоже, как и я, редактируете закреплённой кнопкой, то тоже выключайте редактирование касанием, но если вы редактируете касанием, то пока выключать эту настройку вам не надо. Также советую включить изменения подтверждаются, если отпустить кнопку, потому что эта настройка позволяет вам быстрее редактировать. Так вы тратите меньше движений на редактирование, то есть, например, вы отредактировали окно, и оно сразу, эта настройка принимается, и вам не надо нажимать на какие-то галочки. Можете сразу брать в руки помпу и давать своему врагу шот. В принципе, дальше идут всякие ненужные настройки, так что пока у меня для вас это всё. Огромное спасибо за просмотр этого видео, если вы досмотрели этот ролик до этого момента, то обязательно поставьте лайк, я старался. Также пишите в комментарии свои замечания по поводу моих настроек и делитесь своими настройками, будет интересно узнать. Всё же крайне советую вам прислушаться к моим настройкам и попробовать их как-нибудь скомбинировать со своими. Может, вы сможете настроить что-нибудь получше. Ну а по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok